Открывая все больше и больше планет вне Солнечной системы, астрономы проверяют, какие условия могут стимулировать или наоборот лишить планету всяких шансов на зарождение жизни. В новом исследовании предполагается, что рентгеновское излучение звезды может сыграть в этом ключевую роль. Команда исследователей использовала данные рентгеновской обсерватории Чандра и телескопа XMM-Ньютон, чтобы проследить за рентгеновской яркостью 24 звезд с массами, примерно равными Солнечной и возрастом от миллиарда лет. Поскольку рентгеновская активность звезд может рассказать астрономам о высоких энергиях окружения звезды, новое исследование показало, что звезды Солнечного типа и их менее массивные кузены, проведя бурную юность, успокаиваются удивительно быстро. В этом случае там значительно меньше рентгеновского и жесткого ультрафиолетового излучения, чем думали до этого. Астрономы продолжат отслеживать сотни различных параметров, которые, как они думают, влияют на обитаемость планет. На текущий момент уже были открыты тысячи экзопланет, и такие исследования могут играть критическую роль в решении важнейшего вопроса о том, существует ли жизнь еще где-то в нашей Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok